Сегодняшняя моя лекция — это некоторое продолжение той лекции, которая была на день рождения Дарвина, 13 февраля, в гостиной «Не про молочей». Я вижу, здесь есть люди, которые тогда все сушили. Тогда я рассказывал про обезьян, про современные обезьян, и что нас с ними роднит на генетическом уровне. И тогда же я дал очень большой анонс, поговорим немножко о наших исторических предках, доисторических, вернее. Сейчас я эту тему хочу развить. Так, вот на этой гандрограмме представлены основные группы наших современных обезьян. Ну, во-первых, то, что объединено скобкой под названием обезьян старого света, это все обезьяны, которые обитают в Африке и в Азии. Это наши бережейшие родственники шимпанзе, гориллы, чуть более дальние родственники, арамбутаны, а также всякие мартышки, павианы и прочие-прочие. Обезьяны нового света — это обезьяны Южной Америки. Они составляют так называемую группу широконосых обезьян. И из наиболее известных, наверное, следует назвать обезьяну, которая называется игрунок. Это игрунки, самые маленькие обезьяны, они разменят гелку. Если вы когда-нибудь приходили в наш городской аквариум, то там вот парочка игрунков жила. Не знаю, сейчас живет или нет. Нет, конечно. Они там долго не живут. К сожалению. Вот. Ну, давайте на следующий слайд перейдем. На самом деле, про современных обезьян говорить я вам совсем сегодня мало. В основном про обезьян, которые когда-то жили, но скончались завтра уже. Итак, отправимся в далекое прошлое. Вот, примерно 21 миллион лет назад, по данным палеонтологии, в Африке появляется некая группа обезьян. То есть, сам отряд примат, он достаточно древний, он появился вот где-то сразу после мирового периода, лет где-то 60 миллионов назад. Но, чтобы говорить, откуда пошел итог нашего рода, следует сначала, вот, обратите внимание, на вот такую вот обезьянку, которая называется проконсуль. Про консуль название вот такой странное, да, оно появилось, вот, первооткрывать я его так назвал, потому что консулы часто называют, вот, кличку консул часто давали шимпанзе в тысу, вот, а эта обезьяна, она так вот немножко шимпанзе напоминает, но какое-то очень примитивное. Вот, проконсул означает тот, который был до консула, то есть до шимпанзе. На самом деле, проконсул это обезьяны, которые сочетают в себе черты мартышковых, то есть примитивных обезьян, вот этих макак, мартышек, павианов, хвостатых, которые бегают по деревьям, если вы были там в Тыванде или на Гуа, могли от них пострадать. Вот, у них развитие хвосты, все такое вот, а эти обезьяны, проконсулы, сочетают в себе черты и мартышковых, и человекообразных. Ну, от мартышек досталась такая вот узкая грудная клетка, тонкая зубная эмаль, лапы передней коробки и много еще черт. Вот, человекообразных, они имеют, во-первых, отсутствие хвоста, это первые бесхвостые обезьяны, то есть они жили на деревьях, но хвоста у них уже не было. Потом, в строении черепа есть некоторые особенности, которые сближают их современным обезьянам, например, положение затылочного отверстия, оно у них смещено чуть-чуть вперед. Это означает, что они могли ходить не только на четырех лапах, но и могли уже при поднимации какое-то расстояние, наверное, проходили на двух. То есть это начало прямохождения, то есть, ну, самая такая вот начальная стадия, скромная пока что. Вот. Нашли на территории публики чата, это прям центральный адрес. Ну, да, следующий слайд. В следующие несколько миллионов лет очень интересные события происходили в Азии. Дело в том, что из Азии обезьяны перебирались, как минимум несколько раз, перебирались через, очевидно, через перешей в Аравийский полуостров и дальше в Азию. Вот. И там происходила эволюция, и появлялись такие вот несколько странные формы. Ну, вот Силопитек, он такая вот примитивная человекообразная обезьяна, очень похож на орбутан. Причем сильный половой деморфизм наблюдал, то есть Силопитеков настолько разный, что вот кости самтов и самок раньше признавали не только разными видами, но даже разными родами. Раньше самок выделяли в отдельный род Рамопитек. Сейчас этот рог закрыт, потому что понятно, что это ничто иное, как самки Силопитеков. А на островах из Восточной Азии появились странные обезьяны. Ну, не только на островах, они там, на Восточной Азии и в Китае обитали, и в Китае немножко, да? Вот, от 9 до 6 миллионов лет назад, такие вот обезьянки, которые называли гигантопитеки. Вот они такие были огромные, массивные, рост у них был в высоту до 4 метров. В Китае они быстро вымерли, вот 6 миллионов лет назад их уже не стало, а вот на островах Индонезии они прожили долго и счастливо еще несколько миллионов лет, и, возможно, они встречались даже в последующем, если они, так или нет, о которых, я скажу, попозже. Давайте дальше следующий слайд. Да, вот, кто-то из этих двоих, либо гигантопитеки или Силопитек, явился предком, ну чудесно вещать из ягодек, который называется Аурангутан, Багита, да? Если я не хочу и точню, она в Силопитеке, да. Некоторые считают Аурангутану предком Ирландцы. Собежит? Да. На самом деле, милейшая адресьяна, она из всех человекообразных адресьян, наверное, отличается в меньшей степени ее адресивности, то есть с ней можно общаться, ну, конечно, совцы иногда проявляют эту адресивность, понятно, и то же самое, но все-таки в меньшей степени, чем шимпанзе и гориллы. Давайте следующий слайд. И вот, наконец, снова вернемся в Патрику, и 7-6 миллионов лет назад, то есть в Центральной Африке, была найдена такая вот обезьяна, которая называлась Сахилянтроп. Сахиль – это местность в Центральной Африке, в которой она была найдена. Вот с Сахилянтроп так вот правильное удаление. Чем она интересна? Это самая такая примитивная, человекообразная обезьяна, не самая примитивная, а достаточно примитивная человекообразная обезьяна, которая может являться одновременно и предком гориллы, и предком человека-шимпанзе. Вот ученые еще не совсем договорились, с кем ее считать, либо первой ступенью отделившейся ветки, которая привела к современным гориллам, либо же еще чуть раньше, хотя они обновлятся раньше, либо уже той веточкой, которая повела к появлению австралокитека и впоследствии к человеку. А может быть, это был общий предок человека из шимпанзе. Во всяком случае, из шимпанзе ее много что родит, вот и объем мозга, хотя немножко он меньше, чем у шимпанзе. Но если это предок гориллы, то посмотрите, от кого горила пошла и как она изменилась. У филяндров, в общем-то, у обезьяна небольшая, но у скальникового шимпанзе размену современного. Размер мозга меньше, и вообще вот гориллы, это, конечно, огромное обезьянище с характерной чертой. Давайте следующий слайд. И вот время шло, и примерно 6 миллионов лет назад в Восточной Африке, появляется первая обезьяна, которую мы можем уже точно отнести к линии, которая ведет к человеку. Хотя иногда и к ней приляпывают сбоку линию, которая ведет к шимпанзе, но уже не к горению. А шимпанзе, как вы помните, наверное, это наши ближайшие вообще родственники. У нас с ним генетика очень похожая. И вообще генетические шимпанзе, иллюзии, вот генетический человек, это тот же самый шимпанзе, у которого немножко когда на стройке генома подкрутили, вот ручки так, вращаясь, вот получился человек. Некоторое время назад даже раздавались мнения, что шимпанзе нужно объединить с человеком в один род, в род человека. То есть род пан, закрыт. Но если так сделать, то тогда вообще будет немножко непонятно, кого считать вообще, где границы между обезьянным человеком. Собственно, ученый знает, где границы между обезьянным человеком, ответ нигде. Потому что человек является, собственно, потомком обезьян, и согласно систематике, он также является обезьяном. То есть мы все являемся обезьянами. Приматы. Мы относимся к группе человекообразных обезьян, так же как горилла, так же как шимпанзе и рангутан. Я думаю, в этом нет ничего обидного, обезьяны, замечательные животные, мне лично нравится. Да, чуть позже, вот прям буквально чуть позже, появляется сразу два, ну, сразу два. Сначала один, потом второй вид объединенных общим родом, ардипитекус, ардипитеки. Ну, первый вид это ардипитек, кодапа. Кодапа на одном из африканских языков означает основатель рода. Он действительно основал род всех тех обезьян, которые привели к человеку. Ордипитекус это более позднее такая вот, такой вариант кодапы, раминес. Чем отличался? Во-первых, ну, как все человекообразные обезьяны, без хвоста. Во-вторых, прямоходячий. Если предыдущий аралин был полупрямоходячий, у него, он, как бы, переходное звено между четвероногим и прямоходящими обезьянами, то вот раминес уже был полностью прямоходящим, у него были, соответственно, вот такие вот ноги. Но вы видите еще, что большой палец на ступне, он еще немножко отставлен от всех остальных. Они могли лазать по деревьям и могли ходить пешком. Жилья один в лесу. Посмотрите на кисть руки. Короткий, как у всех нормальных корнезин, короткий большой палец и очень длинные все остальные. То есть, такими руками удобно цепляться за ветки, но, судя по всему, ему уже не был доступен такой способ передвижения, как брахиация. Брахиация – это способ, которым пользуются у нас сейчас гипплоды, такие длиннорукие обезьяны, они передвигаются по веткам на руках. То есть, вот зацепился одной рукой, кочнулся, зацепился другой, и вот так вот шагающими движениями на руках они передвигаются по веткам. Это называется брахиация. Так вот, раминес и катапа, они уже не были брахиатры. Они могли залезать на деревьях, так же, как залезают сейчас вот там шимпанзе, но не более того. Давайте начислять. Вот так вот. Вот, давай еще щелкнем один раз. Вот. Астралопитеки – это уже полностью группа, которая считается прямыми прелектами человека. Их было три группы. То есть, сначала были ранние австралопитеки, которые, собственно, ну чем они отличались? Они отличались уже хорошим строением скелета. Кровение подкраниального скелета, то есть, это скелет, в который не входит червь. Оно же было очень сильно человеческим. У них было нормальное премохождение. Длина рук была уже средняя между человеком и катапой. Еще раз, чертните. Вот. И эта линия правильных австралопитеков очень быстро разделилась на две большие ветви. Это грацилинные австралопитеки. Слово грацилинные означает, что они были такие вот худенькие, щупленькие, хотя достаточно сильными, но не крупные. Вот у них рост был небольшой, там метр двадцать, примерно размером со современным шимпанзе, да? И примерно такой же, такой же телосложение. Но, в отличие от шимпанзе, прямо уходящий. Сейчас, на одном из следующих слайдов будет сравнение скелетов, и мы поймем, что это означает. Вот. Еще были массивные австралопитеки, которые явились бытовой ветвью, и люди к людям они от прямого отношения не имеют, это свеседленская клада. Они отличаются массивным телосложением, высоким ростом, таким вот мощными челюстями и маленькой головушкой. В общем-то, все австралопитеки большой головой не отличались. Мозг австралопитеков, в силу, он находится где-то объем мозга на уровне современных шимпанзе, где-то, ну, вот, да. Зато тело, все остальное тело, вы посмотрите, имеет больше сходства с человеком, чем с шимпанзе. Ну, здесь же не тукаски, но вот посмотрите, в строении тазовых костей. Шимпанзе – четвероногое животное. Вот подвздошные кости идут вдоль стены, как прикрывают почки, да, видите, да, удобно. Вот. А у прямокодящих существ, человека и австралопитека, они развернуты в бок и образуют такую, как бы, лохань. В этой лохане лежат органы, потому что, когда существо стоит прямо, у него переразближается нагрузка на тело. То есть органы уже нельзя просто подвечь к зломучнику, чтобы они спокойно там слесали, вышли в голос. Их нужно как-то закрепить. И вот таз служил такой вот лоханью, в которой крепятся органы малого таза, да? Половой орган, ничего пластика, не меняет дело, кишечника. Иначе они от прямохождения очень быстро начинают смещаться вниз, опускаться. Вот. И, кстати говоря, у человека есть такая проблема, как я тут уже разговаривал. Да, из-за прямохождения у человека возникают проблемы со здоровьем. Во-первых, у немолодых людей почти у всех болит спина. У меня уже варит. Потому что возрастает нагрузка на позвоночный столб, особенно на поясничный отдел. Возрастает нагрузка на шейный. Позвонки из шеи, проблемы у ног. Назад. Еще назад. Во-вторых, органы при прямохождении, да, они действительно имеют склонность к смещению. Смещаться могут от легких прыжков, там, еще от чего-то. У многих людей существует такая проблема, как хрущение почек, смещение кишечника и так далее. Серьезные проблемы. У четвероногих животных такого не наблюдается. Они этого лишены. Ну, что еще? Руки острого плита, конечно, средние по длине. Вот в соотношении рук и ног длине, оно как раз среднее между шимпанзе и человеком. Что еще? Ступни полностью человеческие. Для того, чтобы походить на ногах, нужно иметь плоскую ступню. Цепляться за ветки деревьев уже неудобно, зато наступать на почву самое то. Бедренные кости прямые. Вообще, строение ног в нижней части скелета очень сильно человеческое. Вы представляете себе человека, вот такого вот маленького человечка с обезьянной головой. Это астралопитек. Давайте следующий слайд. И вот, наконец, мозг, все тело изменялось, да, вы видите, оно уже почти человече, а мозг долгое время не рос. Он оставался на уровне, примерно, шимпанзячий, пока, наконец, от астралопитеков не отделилась группа, которые мы можем отнести к роду гому, то есть к роду человека. Один из ранних человеков, людей, это человек умелый, гомухабилист, который принес больше двух миллионов лет назад, и вот смотрите, максимальный объем мозга астралопитек это 500 сантиметров кубических, и здесь уже 600-700. Разница небольшая, это примерно 2-2,5 раза меньше, чем у современного человека. Разница небольшая, но оказывается весьма значительной в плане гуумин. Например, астралопитеки, они умели пользоваться орудиями, да, камнями, палками, могли на палку отломать дерево, то же самое умеют делать сегодняшний шимпанзе. Так вот, первые люди, они умели сами изготавливать орудия, то есть мало взять камень. Нужно камень обработать таким образом, чтобы он подходил лучше под текущие нужды. Первые орудия людей будут достаточно примитивные, и они делались так. Стукнуть к камню, а камень, вот, отходится кусочек, у этого кусочка будет острый край. Все, это уже орудие, это рубило. Следующая ступень, это человек Рудольфийский, который появился, например, тогда же, и тогда же, например, существовал. Там же, в Африке, хотя он мог уже, скорее всего, выбираться, выбираться за пределы Африки. Наверное, это, вот, его останки находят в некоторых частях Азии и, возможно, Европы. Вот, ну, на самом деле он отличался мало чем. Вот, да, был таким мескорослым, а руки производил такие же примитивные, но, возможно, он тоже является нашим прямым предком. Следующий вопрос. Уже почти совсем человек с временем, да? Объем мозга 1250 сантиметров, это уже почти современный человек. У нас люди с таким мозгом встречаются, и нормальность, и никаких отклонений. У Эмиля Золя, писателя известного, объем мозга был 900 сантиметров. Меньше, чем у работающих человек у этого. Но в строительстве еще оставались архаичные черты. Вот даже вот здесь, вот на этой реконструкции, видно, что хорошо развиты надбровные варики, да? У современных людей они бывают редко хорошо развиты, ну, разве, что у Николая Володова, так честно. Покатый лоб. То есть лобные доли еще не очень хорошо развиты, но достаточно покатый. А лицо достаточно плоское, нос широкий, и уже начинает не мечаться подбородочный выступ, но он еще не очень хорошо развит. В принципе, если такого человека обретить в лохмоте и выпить на улицу, ну, все так будут на него покоситься, но никто не подумает, что это другой вид. Скажет, ну, там жара. И выглянет, соответственно. Давайте следующим. Вот он, самый наш ближайший предок. Человек прямоходящий. Он прожил долгую жизнь, больше миллион лет, и распространился очень широко. Он вышел из Африки и распространился по Европе, проник в Азию достаточно далеко. Один из подвидов его был найден в Китае и описан как Симантроп, Симантроп. А другой подвид, собственно, это была первая находка Ома Эректуса, был найден в 19-м веке на острове Ява и описан как Питикантроп. Турфан и обезьян-человек. Это на самом деле он уже был настоящим человеком. Хотя, если бы перейти это за чертами, да, видите, уже и объем мозга все еще не очень большой, в лобной доле плохо развиты, те же самые нагромные варики, хотя уже подборочные выступы было разве хорошо. Да, гиды, бегский человек тоже был испытанием достаточно широко и, возможно, он является предковой линией сразу двух линий. Одна из линий привела к нам, к Homo Sapiens, человеку разумному, а другая это Neanderthalce, Homo Neanderthaliencis. О них я хотел бы поговорить, хотя, честно, нет слайдов, я думаю, что я про них поговорю в следующий раз, но в пользу с моментом хочу сказать вот что. неандертальцы наши ближайшие вымершие родственники, но они по прямой линии, хотя с оговорки. это наши родные прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрадяди. То есть это боковая ветвь человечества, которая оформилась в отдельный вид, нас от них отличают достаточно хорошие такие вот морфологические черты, например, типичный неандерталец, он, во-первых, был такой вот низкорослый, тоже у него 50-60, крепкого телосложения среднее, телосложение у него было мощнее, чем у человека разумного, вот, рыжих, но ген рыжести у него, то есть рыжести его кодировал генетически другими генами, чем у наших рыжих человек современно, да, в стройе черепа у него были некоторые черты, которые возникли. Во-первых, все еще сохранялись надбровные валики и покатый лоб, почти не было подбородочного выступа и еще одна важная деталь. Если вы посмотрите на своего соседа, который с вами сидит сбоку или сзади, то вы увидите, что у нас, у людей затылок идет достаточно ровно вниз, у нас затылок плоский. Меандертайские черепа, которые находят, а их нашли уже несколько сотен в разных частях, они отличались тем, что у них был очень выпуклый углом, кости черепа сочинялись под углом, если смотреть сбоку, это похоже на мяч для рэппи. Курсы, Как он выглядит? То есть так же углом шел черепу неандертация. Вот. Мозг неандертация будет средний даже больше, чем по объему, чем у средних людей, но очевидно в разные доли у них в мозге развивались отлично отношено. Например, лобные доли были явно меньше. То есть черепа могло грозить поведенчески, но он больше полагался на них, больше живым в синхроне, неже живет в синхроне современный человек. И говорят, это их могло в какой-то степени погубить. Например, вот вы знаете волки, да, или собаки. Вот если когда волк и рука между собой выясняет отношение, тот волк, который желает сдаться, он не желает больше драться, он прятает на спину, смотрит живот, живота изгримая часть, он показывает все, все, я не хочу больше, драться оттая от меня. И волк, который нападает, он видит такую картину, он прекращает драться, потому что не все понятно человек, стало с вами. Вот. Это инстинкт, это действует у волков, очевидно действовало и у неандертаться. Так вот, когда спрожили долгую жизнь, они умерли, вымерли около 30 тысяч лет назад в Европе и в Азии, вот, кстати, они были первыми европейцами, нынешние европейцы старые, даже не вторые, третьи скорее. Так вот, они тоже до того момента, когда в Европу приперлись наши предки сапицы. И, как вы знаете, наверное, есть такая гипотеза, что сапицы перебили всех ненадотаций. Насколько она правдива, не знаю, но если она правдива, то тут еще могло смешаться вот что. Сапицы, они немножко меньше истинктами живут, и в этом смысле они немножко более хитрые и более, даст, скажем, подлые. Вот, очевидно, когда нендектальц дрался с нендектальцем, а такое происходило вот, спорши рядом, они занимались и канибализмом, очевидно, тот, кто там сдавался, там, принимал позу покорности, вот, пожалуйста, не убивай меня, и все, поединок закончен. Сапиенсом все было по-другому. Сапиенс мог сказать, все, не убивай меня, прости, я сдаюсь, а потом ударит спину. Ни один бог, ни одно животное так не поступает. Так поступает, только наш вид. Мы самые хитрые и всех побеждаем. вот. Так что я хочу сказать. Я хочу проанонсировать, если вдруг меня когда-нибудь пригласят еще раз почитать лекцию, я почитаю ее вот на какую тему. Дело в том, что вот это положение, что мы сейчас вот такой единственный вид рода человека, живем на земле. Оно нетипичное. Еще каких-то 30 миллионов лет назад на земле жили как минимум четыре вида людей. Это мы, сапийцы, это неандертальцы, это загадочные денисовцы, и это хоббиты с острого слова, с очень загадочной группой. Так вот, если кто-то захочет послушать следующий раз, и если меня пригласят, то я расскажу именно об этих наших загадочных пращитах. Спасибо за внимание. Вопросики? Да, так вот вопрос. У меня вопрос. Вот я. Я занимаюсь, правда, не биологией, журналистикой, но у нас есть такой грант, что мы следим за научной литературой, и в последнее время нам говорят, что Дарвин сам развенчал свою теорию, если говорить о дарвинистике, в принципе, человек произошел от обезьяны, и это вообще все в корне неправда, но о том, что есть какие-то другие варианты, не говорят, а какие есть другие варианты эволюции, кроме этой? Развенчал ли сам дарвинистикой, но на это уже много копий слов, много в интернете написано, нет, не развенчал, с какого репута он должен был себя развенчивать, да, вот. Пример много выдумывали, например, одна основательная цистекты, по-моему, цистекта от 1907 дня, она выдумала историю, что она перед смертью, Дарвина побывала у него в гостях, и он не признался, что он не прав, что человек сотворил Бог, вот, и все такое. Родственники Дарвина потом говорили, что ты придет, она, но вообще близко не приближалась к Дарвину в последний месяц, и последний год. Но, тем не менее, такой миф был запущен, и он существует до сих пор. Что касается других гипотиз, ну, человек, если не произошел обезьяны, то математически это очень неправдоподобно, учитывая сходство нашего генома. Говорят, вот на прошлой лекции я говорил про свиньи, да, говорят, что нам ближе свинья, чем человек, фу, обезьяна. Нет, не ближе. Свинья очень велико, семья ближе к гипотизу, даже к китам, она партнокопытная. Наши ближайшие не обезьянные родственники это грызуны и зайцеобразные. А других правдоподобных, вообще правдоподобная гипотиза предсказания человека, она одна. Это эволюция от обезьян. Остальные просто не выдерживают никакой гриптики. Есть гипотизы, что человека нанесли сюда интиментиами. А как же сход наши с шимпанзе? Проходите, конечно. гипотизы, но тут почему все обезьянные не ставят в тюрьму и кучу в тюрьму. на в тюрьму подними две новые новые вот на уровне амарарина возможно в одного сафиляндропа вот что с ними будет происходить? Вот между ними возникла изоляция и что? Деваю все у нас это путем диверпенции то есть расхождения они будут все дальше и дальше удаляться друг от другу то есть если в одной линии возник человек то в другой линии человек уже не может возник вид у нас возникает один раз не два не три вот второй момент а с чего собственно им становиться людьми это вот у нас просто есть такой наивный антропоцентризм который как и установка неправильная что вершины эволюции является человек а взяну ну это такое неноразвитое звено такое переходное к человеку и в общем-то почему бы им не пойти дальше и не стать на конец людьми точка зрения идиотская честно сказать дело в том что вершиной эволюции являются все виды которые обитают сейчас на планете земля каждый вид является вершиной эволюции той линии которая привела к его появлению представьте вот например ежик еж ушастый наш сколько у него предков было самых разных в течение десятков сотен миллионов лет огромное число и эта линия постоянно менялась постоянно приспосабливалась она прошла все все выдержала вот живет у нас ежик то же самое можно сказать обо всех обезьян и о людях и даже о бактериях они прошли жизнь все они развились то что мы видим сейчас и обезьян которые обитают сейчас они не то же самое что наши предки обезьян это другие обезьяны они также отличаются от наших общих предков как мы от них отличаются они эволюционировали свою сторону и третье вот почему они не вырабатывают сходные с людьми комплекс адаптации вот мы выстроили себе мозг оказалось что это очень полезное приобретение мы смогли заселить всю планету земля всю буквально всю сушу даже в Антарктиду уже населили там полярники живут вот мы смогли заселить те ландшафты для которых наше тело изначально не приспособлено да например там тундра любой остров петель просто помер очень быстро замерзли все а а мы живем мы заселили потому что мы можем приспосабливаться внешнюю среду под себя создавать свою собственную удобную для себя среду в которой мы живем несмотря на любые окружающие условия почему обезьяна не сделают то же самое а тут нужно вспомнить что новые виды появляются у нас благодаря чем благодаря свободной экологической миши вот есть свободная экологическая миша часть существ начинает ее осваивать и появляться новые виды но миша большеголового прямоходящего примата уже занята давно и прочно мы ее занимаем обезьяны не вклиниться никак ну и кроме того мне кажется что у обезьян у человекообразных мишни очень печальные будет судьба они скоро вернут но скоро это может быть нескольких сот лет не знаю тогда человек делает все чтобы они вымерли и шимпанзе и ангутан и горилла сейчас на грани вымерали а виной там человек так что перспективы поедет спасибо еще я хочу а можно взять ну в ближайшего нашего родственника а порой танго каком и при помощи того что на первом это лекции болезни геростимуляции при помощи специальных ну как бы очень развитых развитых приборов изменить его мозг так чтобы он стал похож на человеческий разум разум ну наверно это больше вопрос конечно по первой лекции да вот дело в том что я как биолог могу сказать что мозг рамбутана и шимпанзе он отличается от человеческого мозга наверх количества во вторых немножко качественно все физическую природу не переделать так поэтому как бы не стимулировали его мозг можно чего-то добиться но как человек вряд ли но я последний ввиду именно вставить кислородные механизмы которые будут делать имитацию человеческого мозга взять лечит и так но для этого сначала нужно создать компьютер который будет имитировать человеческий мозг можно что-то позитив что-то конец что-то зарезает человек взять дело а результат умирает что-то что-то решение может быть позитивно да сначала позитивно а стром позитивно хорошо у нас есть теория вы знаете нет террористического фильтра когда у нас получается идет 10 цивилизаций и на определенном моменте 100 цивилизаций выживает на дна вы сказали про то что человек рано или поздно перебьет обезьяна но если сказать из этой теории может ли такое случиться с точки зрения эволюции что человек перебьет сам себя здесь может ли он приспособиться это конечно что-то будет больше исторический вопрос что касается развития цивилизации ну да человек может перебить самого себя почему нет человек все доступно ну обещанный позитив обещанный позитив может быть мы дальше будем там после твоих разуму да кстати я смотрел видео где Санислав Тривушевский известный нашим форолог как раз говорил на эту тему эволюционируем дальше ну да естественно мы эволюционируем будем ли мы умнее не знаю но то что мы ну есть есть нам вариант стать еще умнее есть но для этого нужно вот что это уже я от себя для этого нужно меньше увлекаться в мониторы компьютеры и да вот такие да и стараться больше работать головой а то мы привыкли сейчас последние годы мы привыкли все свои знания держать на внешних носителях а мозг задействовать слабо вот это будет деградацией если мы будем наш мозг развивать сами то эволюционные линии он будет развиваться дальше спасибо аплодисменты